МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот у меня есть команда 59-го года. Из этой команды остался один я. Вот 11 человек стоит, один я живу. Самое главное, запомню, то, что мы жили в раздевалке. Там, где раздевались на футбольный матч, там и жили. Очень хорошо было. Нас кормили только в субботу и в воскресенье. Все остальное за свой счет. Зарплата фиксированная. Вот я играл в основном составе 160 рублей. Кто в запасе? 110. А вот первая команда. Первая. Она уже такая грехленькая. Ничего страшного. Скажите, кто это? Локомотив. А фамилия? Могу. Сверид. Этот самый. Ворон. Барсук. Лебедев. Веронка. Витя Короткевич. Астахов. Крайников. Цупрунюк. Логош. И... Журец Муревский. Талантливые все были ребята тогда? Хорошие ребята были. Во-первых, когда я за юношей играл, все 11-метровые я пробивал. Поэтому Павел Фельдмоншмойтре он доверял мне. И матч был в Киевском арсенале 11 метров. И пробил и забил все. Когда в 1959 году играли, пацаны собрались с разных частей гамильчан, частей минчан. Ну, не такие обстрелянные чемпионаты, а украинский футбол это был самый сильный тогда в Союзе. И нас сразу туда бросили в это горло. И сразу первая игра с Житомиром. А там бойцы. И если нам по 19-20 лет, то там уже 35-37 и многие потом к нам приезжали сюда. Это уже закаленные бойцы были. Мы 4-0 сразу переграли. Немного толпы шли на тот там было столько так. Южная трибуна и северная трибуна лавочки были. Было забито и за воротами стояли везде народу. На каждую игру независимо выигрывали народу было балом. А вход на стадион платный был? Платный. Платный. Даже и милиция дежурила. Все было платным. Нет, тогда приятно было играть. И нам. Мы его футбол любили. Мы любили не за деньги играть. проходу не было. Всех знали. вот допустим поехали мы куда? На Кавказ. Батуми. Первая игра. В гостинице живем. Море. Ботанический сад. Заходим на футбольный стадион. Во-первых там на этом самом где мы были Кировакан Ленинакан Батуми заборы наверное метра по четыре бетонные стадион кругом только вход и проезд там автобусы или еще все остальное забито. Стрельба стоит что проезжаешь или выигрываешь так убьют и в Батуми получилось так что сыграли в Батуми 1-0 выголи я забил гол они нас вот как играют дети вот на одной половине поля так и они с нами возились потом мяч отскочил я убежал заберу гол гоми приезжают ну как там вы здорово играли хочется сказать да я один раз только мяч не а это какой был 60-й или 60-й 60-й локомотив был обеспечен формой мячами да мячи были не вот эти что летят а были артековские кожаные генгерские мячи это у нас было навалом когда мы тренировались на стадионе дети все время там играли смотрели тренировки тренировка проходит мяча нету тренировка проходит мяча нету и следимый администратор следит нет мячей они фаршивцы что зерна вот так вырезали ямочку вырыли мячик бах туда закрыли мяча нет тренировка кончилась все ушли они мяч кашли и так каждый раз и не могли найти только потом когда уже стали они взрослеют начали Володя да мы у вас крали мячей если вы даже и не знали что когда был в Динамо Минск в Динамо Минск был свой сапожник дают мне этот самый бутсы ну какие раньше это сейчас легенькие что они ничего не весят раньше килограммами дали и говорят ты пойдешь к рядцеву Сергею он живет возле парка отдашь 10 рублей и он тебя с этих бутс сделает новые бутсы по твоей ноге то есть я отдал это снял мерку померил из тех сделал мне хорошие бутсы и я всю свою карьеру проиграл в одних бутс надо двигаться утром встал меня сейчас маленькая собачонка пока я его не проведу он из дому никуда не выходит и мы каждый день каждое утро проходим пару километров спать не ложусь иду за речку беру удочку или еще что-то спиннинг и пошел до канала до Ихуцы и такой кружочек сделал пришел сел на троллейбус и домой движение